Это я раньше почему такой злой был, потому что солнца в Петербурге не было и Печкина не было, а теперь вот есть и Печкин и все остальное. Я уж теперь даже не знаю как тебе представить, как Печкина или как не Печкина. Можно и как Печкина, и как не Печкина. Большинство Питера именно знает так. В миру человек занимается сборкой-разборкой мототехники, а вот так сказать свободное от работы время, косплей. Сначала были всякие там матросы прекрасные, а затем вот видите герой, который просто стал мемом, интернетным мемом. И сегодня мы гуляем по территории детства. Но в общем-то можно сказать и Печкина. Why not? Представь, что это было детство Печкина на самом деле. Пойдем потихонечку туда. Мы сегодня будем двигаться очень не быстро, потому что к сожалению в мультфильме это не сказано, но вот профессия берет свое. Печкин вынужден ходить с тросточкой, потому что есть некие проблемы со здоровьем. Об этом поговорим в конце. А сейчас пока у меня такой вопрос. Вот Краснопытиловская улица, где я тебя забирал только что, это улица твоего детства или как? Да, можно сказать, это улица моего осознанного детства. То есть я там живу фактически с трех-четырех лет. До этого просто там переезды, обмены были. Вот так, можно сказать, всю жизнь провел вот именно там, где я сейчас живу, в Краснопытиловской. Если говорить, ты ведь, я так понимаю, застал вот как раз такой исход Советского Союза, конец 70-х, 80-х, если говорить про твое детство, да? Правильно? Да, собственно, это как раз такой период. Я еще помню, как оплакивал членов Политбюро, чьи портреты висели в Парке Победы. И, собственно, очень сильно расстроился, когда дедушка Брежнев помер. Зато в школу не надо было ходить. Да? Это было большое для меня благое. Кто-то умер, а я в школу не хожу. Вот эта территория, на которую мы с вами сейчас вышли, причем я тут подобрал кое-какие фотографии, тебе даже покажу, а вам, соответственно, они будут вылетать. Вот сначала, если говорить про именно годы твоего детства, сейчас такой напряженный трафик у нас и прочее, а тогда как это все выглядело? Ну, скажем, в общих чертах была та же картинка, то есть, соответственно, был монумент, посвященный блокаде Ленинграда, стояли вот эти высотки. Да, давай развернемся туда как раз. Вот, соответственно, по правую руку Пулковская гостиница тогда была, то есть, фактически, ансамбль был практически тот же самый. Единственное, что вот то, что сейчас вдали застроено, тогда вот там чистые поля и шоссе на Москву. То есть, всех вот этих домов не было же, по сути. Да. Я вам хочу показать, ну, тебе я покажу с телефона, а вам я хочу показать, соответственно, картинки будут вылетать, несколько фотографий. Вот это, смотри, это вот эта же территория, да. Да, это как раз вот период 40-й. Да. А это танки Черчилль едут. Это триумфальная арка, которая здесь была, оказывается, я этого не знал. Ну, вот тоже, да. Примерно в этом районе, да. А вот это, вот смотри, видишь, тут два таких памятника. Это если с той стороны идти, да, тут был с одной стороны памятник Ленину, а с другой стороны памятник Сталину. И вот это он же. Это вот ровно на въезде в город. Да, да, да. Вот они прямо вот здесь вот и стояли. Я так понимаю, что мы сейчас с тобой зайдем вот в одну, в эту высотку, да, попробуем? Да. Пойдем спустимся в пешеходный переход. Скажи, пожалуйста, ведь это, ну, по сути, такие, можно сказать, советские небоскребы. Да, как бы это для меня вообще, это были такие очень примечательные здания, самые высокие в нашем микрорайоне, вот то, что было видно, и мечта детства было туда попасть. Но с учетом, что даже тогда уже были консьержки и прочее, пацанов туда не пускали, естественно. В советское время там были консьержки. А кто там жил? Вот поэтому для меня так и осталось, как бы, тайны за семью печатями. Кто там жил, да? Вот, то есть попасть я туда смог всего лишь пару лет назад. То есть, ты там был вот в квартире в какой-нибудь? И они как-то отличаются там, планировки? Нет, по сути, там небольшие, как бы, однокомнатные, возможно, там двухкомнатные квартиры, основной фонд. То есть, такие, клятушки для жилья, возможно, вполне, что там какой-нибудь, типа, гостиница, скорее, было такое. Ну, то есть, сложно сказать. Как проходило твое детство в этом районе? Чем вы занимались? Как вы развлекались? Ну, занимались по-разному. Там, летом гоняли на великах, у кого они были. Потому что велосипед в нашем детстве, это вообще роскошь была. Да, конечно. Я помню, когда мне купили Каму, так это прям складной велосипед Кама. Да, складной велосипед, тем более. Вот, и счастливые обладатели велика. Это у нас там пятнашки играли, там просто гоняли, то есть, расшибались, колени ссаживали активно. Там, в футбол играли, в квадрат играли, там, в девятку. Да, шикарное занятие квадрат. Ну, вот, недавно я, в принципе, наблюдал, как взрослые дяди приблизительно моего возраста пытались детей научить на детской площадке играть в квадрат своих. Вот, а потом смотрю, так, минут через 15, как бы, дяди тусят в квадрат, дети сидят в смартфонах. Вот, а 40-летние дяди гоняли мяч на детской площадке. Вот, зимой, что там, в карманах и прочее, в хоккей играли, ящик поставить, клюшки взяли, пошли в хоккей играть. Заливали же, да, в ванну? Нет, нет, просто чисто утоптанный снег, без коньков, такой чисто дворовый, детский. Даже та, что хоккейная коробка была, она никогда не заливалась. Вот, горки снежные строили, крепости, там, кататься ходили в район Костюшка, так называемая солдатская горка, там, засыпанная землей дот у пруда. Вот, развлечений много. А вот ты, когда сам-то увидел этот мультфильм «Трое из Простоквашино», какое он у тебя произвел впечатление? Ну, скажем так, мультфильм сам, он интересный, живой, детский как раз, то есть, нету там никаких похабных шуточек и прочее, там, нет ни реклама особо ничего. Мы куда идем, сюда? Вот. Ну, пойдем. То есть, красивый, зрелищный, соответственно, показывает и лето, и зиму, то есть, короткие сюжеты, но, тем не менее, настолько они запоминающиеся, что вот... И то, что в Советском Союзе расширена мема, там, вашу маму и там, и там показывают, вот это вот все, да? Ну, как бы это было на уровне фраз в разговоре, вот, то есть, туда не вносили никакого второго смысла, как сейчас. Пойдем попробуем зайчи тогда. Здравствуйте, к Вершинину. О, грузовой лифт. Ну, можно. Передадим привет гиду в шляпе. Сегодня гид в шляпе, в другой шляпе. Лифты же другие были. Вот, к сожалению, не могу сказать, но, скорее всего, да. Скорее всего, да. Раньше они такие, как бы, отделанные ламинатом под дерево, там, либо деревом были, то есть, дорого и богато. А вот, скажи, пожалуйста, вот ты здесь жил, ну, то есть, ты же жил в районе аэропорта, да, грубо говоря. Вот у тебя в детстве, ведь это же все время такая романтика, знаешь, вот, самолеты летают, хочется куда-нибудь полететь и так далее. Как вот это все воспринималось? Ну, на самом деле, самолеты мало воспринимались, потому что это и сейчас до Пулково взялом маханул. Тогда это что-то. Пулково, это где-то. Вообще. Далеко, что-то там, периодически, да, пролетит самолет, достаточно низко. То есть, ну, это здорово, но что-то такое вот авиаприключение, как бы, это совершенно... Так, мы все равно, да? О, да, да, вот, ради этого, как бы, сюда и стоит. Отлично, это же прям Нью-Йорк у нас практически, вот там. Слушай, но ведь вот это было, а этого же всего не было вообще. Да, то есть, в основном тут хрущевки стояли, такие вот там, посмотреть, 11-этажки здания. Вот, мы туда, опять же, в школе любили вылазить на крышу, загорать. Вот, ну, и, соответственно, и сюда мечтали на крышу попасть. Как бы, это самое высокое здание, в общем-то, такое, ну, проблемно было сейчас. Вот, зато, когда я тут попал, я понял, что, да, вот оно свершилось. Это же вид туда, там, можно там на другой балкон пройти. Это вид как раз в сторону аэропорта, вид в сторону центра города. То есть, красоте. А когда ты сюда первый раз попал? А вот год, по-моему, назад всего. То есть, наконец, сбылась мечта детства. Да, да, но рано или поздно они должны вообще сбываться. Конечно, да. С другой стороны, как говорят, что если у тебя в детстве не было велосипеда, то пусть ты сейчас можешь купить Бенкли, но в детстве у тебя не было велосипеда. Это да, слушай, да, это очень круто. Пойдем. О, зато почти как, блин, из детства. Пошли на другой балкон. А, пойдем. Тут вечерние виды вообще, конечно. Ну, тут да, тут не балкон, тут через окно, по крайней мере, можно посмотреть. Вот, тут вечером вообще шикарный вид туда, вот, куча огней уходит. К сожалению, да, окошки. А, сетка. Да, вот, на самом деле вечером смотрится лучше, потому что так она, как бы, уходит. Ну, ладно, хоть на площадь посмотрим сверху. И, соответственно, в другом конце, там также на балкон можно выйти, там посмотреть в сторону центра города. Скажи, пожалуйста, ты вот своей этой мототехникой начал заниматься, да? Это сразу произошло или как вообще ты к этому пришел? Ну, по жизни, естественно, это не сразу. То есть, увлечение, как каким-то вот двухколесным транспортом, желание транспорта с мотором, это в детстве было. Но мама категорически была против. Поэтому именно первый мопед Карпаты у меня появился в 21 год. Божечки, я помню этот мопед. Это была мечта моего детства. Вот, но с тех пор, как бы, всегда хотелось. Наверху или куда? А, вот. Да, да. Вот. О, вот здесь вот, кстати, вот площадь видна. Это, на самом деле, я хочу сказать, предполагаемый центр Ленинграда должен был быть. Я отдельно потом лекции об этом прочитаю. Да, у меня даже есть вот альбом, посвященный 30 лет советской власти. Там есть проекты, фотографии, предполагаемые от того, что планировалось. Да, да, да. По сути дела, памятник Ленину на Московской площади, это именно был центр города. И Ленинский проспект, он предполагался вообще центральной осевой магистралью города, от которого город должен был влево-право расходить. Отсюда очень хорошо видны мастерские художников, вот там, сейчас это лофты. Лофты. Понятно. Мы пойдем спустимся обратно потихоньку. Вот, а так, собственно, вот к мототехнике я вот три года назад пришел, через знакомых просто нашел мастерскую, куда требовался. Ой, извините, не закрыл, не закрыл. А то буду проклят жильцами. Куда требовался помощник. Ну, так все сложилось, что вот уже три года занимаюсь конкретно мототехникой в плане основной работы. Косплей, это как вообще началось? Ну, вообще случайно, потому что то, что, скажем так, какое-то сходство с Печкиным, там, из-за шапки усов, прочее, наблюдали давно. Вот, ну, хохма ради, с моей барышней, вот пять лет назад съездили в Колпино, там, к известному памятнику Печкину, там, где-то у нас в районе Ленинского проспекта, вот, бетонная статуя Печкина, просто там сфотографироваться, шутки радиа. Вот, так вот в прошлом году дообзавелся, уже всем известным плащиком, вот, скажем так, образ сформировался, вот, съездили в сентябре поздравить с юбилеем, там, вот так лучше штрафбат от нашей мастерской вот принесли, посылку для наших мальчиков, вот. Потом, просто вот съездил, опять же, шутки ради, на закрытие мотосезона, и, говорится, в понедельник утром меня засыпали сообщениями, это ж ты, это ж ты, то есть, она вот, случайная фотография, сделанная кем-то со спины на площади, она разлетелась тут же по интернету, и, вот, собственно, условно говоря, пошел косплей. Ну, а до этого же, у тебя же был другой образ, там, матрос был. Ну, собственно, матрос, это, как бы, не то, чтобы образ, это занятие военно-исторической реконструкцией, это, ну, основное хобби, что ли, так сказать. А как ты к этому пришел? Ну, в принципе, в 95-м еще году, просто интересовался историей, естественно, вот, с приятелем в институте занимались сами для себя фехтованием на мечах, у меня бакен был сделан, у него европейского типа меча, и мы просто изучали какие-то такие техники и фехтовали, вот, он тогда через газету «Сорока». О, я помню, это же, это, это предтеча, как бы, социальных сетей. Да, это, вот, бумажная социальная сеть. Да, туда писали какие-то сообщения, потом собирались. Вот, он нашел там, да, объявление о какой-то предстоящей ролевой игре, вот, съездил туда, там ему понравилось, он там познакомился с ребятами-реконструкторами, которые занимались, стал ходить к ним, там, тренировки и прочее. Вот, а я как-то случайно в выходной день, вот, заехал на тренировку, то же самое, познакомился. Ну, стало интересно, что это не просто, вот, история там по книжкам, а это, как называют, ливинг-истори, живая история. Вот, и, как бы, в те годы, вот, до начала двухтысячных занимался ранними веками, вот, потом помаленечку, там, дополнялись увлечения, там, попробовал наполеоникой заниматься, попробовал гражданской войной в США заниматься, вот, особо, как бы, не отложилось это. И, вот, в восьмом году тоже познакомился с ребятами, которые занимались Великой Отечественной войной, вот, и стал заниматься, собственно, Великой Отечественной войной, потом, вот, немножко расширилось на начало двадцатого века, то есть, период революции, гражданской войны. Слушай, ну, вот, я просто сталкивался с этим миром реконструкторов. Я, может, сейчас, конечно, крамульную вещь скажу, но я встречал не очень много адекватных людей в этой среде. То есть, очень много, ну, как говорится, упоротых персонажей, с которыми крайне сложно даже просто о чем-то договориться в организационном отношении. Ну, я могу сказать, что особо увлеченные люди, среди них вообще много упоротых людей. Если ты будешь, там, глобально собирать марки, например, вот, и попробуешь какого-нибудь ярому филателисту сказать, что, как может этот клочок бумаги стоить, ну, тебя, скорее всего, распнут. Вот, так же, в принципе, и среди реконструкторов такая же вещь, как есть люди, которые очень серьезно воспринимают, и тебя просто поднимут на штыки, на копья. Вот, если ты там что не так скажешь, я отношусь к этому больше как к большому фобе, то есть, у меня такого мега-фанатения нет. То есть, то, что я на себя надел форму какую-то или, там, не знаю, костюм Печкина, это не значит, что я, как бы, и по жизни, там, революционный матрос или Печкин и прочее. То есть, по жизни я обычный гражданин со своими увлечениями и прочим, то есть, это просто одно из увлечений. А так, многие слишком фанатично к этому относятся. Да, я в курсе. Скажи, пожалуйста, вот, опять-таки, в годы твоей молодости, детства, универмаг московский, чем он являлся для тебя? Ведь это же, я буквально сейчас, извини, я, ты был там в квартирах? Нет, в квартирах я не был. Там сидячие ванны, там очень маленькие квартиры есть. Вот я был, у меня тут, вот в этом доме, знакомый фотограф жил, и где божечки, кошечки у нас даже был, стыдно об этом признаться, групповой секс. Да, но из песен слов не выкинешь. Сделаем приятную гидру в шляпе. Она, так сказать, из благородных девиц, поэтому бывает и такое. И там сидячая ванна, что меня поразило. Я такого никогда не видел, и меня удивило это в том плане, что это же, ну, уже такая зрелая советская построека, это не какой-то там, это такой плановый проект, причем уже в таком модернистском стиле, не в сталинском ампире, а вот в современном. Да, вот если переходить, соответственно, к твоей молодости, потому что я-то здесь в детстве практически не бывал, я жил на севере Ленинграда. Ну, универмаг московский, это было что-то вот ближайшее, насыщенное такое, куда можно было сходить продавать глаза, что называется. Продавать глаза. Да, вот как это у меня папа назвал, ну, то есть ты ничего не покупаешь, но зато обходишь все отделы, вот, потому что какие-то сувениры, какая-то одежда, какие-то игрушки, еще чего-то, то есть можно было пойти просто погулять вот по универмагу и чисто вот позырить. Вот, в этом плане, наверное, интереснее было только съездить куда-нибудь в Золотой Ключик на Говорова, там огромный детский магазин, там сходить в детский мир, то что, опять же, на московской площади находился. Вот, то есть для ребенка это развлечение было гулять по универмагу, просто-напросто. Вот, ну и, соответственно, это как-то такой условный дальняк от дома, то есть это уже не по двору гуляешь, это уже пошло куда-то далеко. Некое приключение. Да, естественно. Вот, плюс, опять же, вот то, что монумент посвященный блокаде, соответственно, там интересный музей. Да. Соответственно, то есть тоже можно было просто сходить, посмотреть на знамена, оружие, прочее. То есть тут какая-то такая сфера культурного досуга для ребенка, школьного возраста. Потому что до этого, ну, на экскурсии только со школы, там куда-то в центр ездить и все. Вот скажи, пожалуйста, вот раз заикнулись по поводу экскурсий в центр, я просто помню по себе, вот меня тоже часто возили на экскурсии в центр, и я не помнил с них нифига. Вот мне там что-то рассказывали, а вот информации почему-то у меня откладывался ноль, в общем, в голове. У тебя было такое? Да, могу сказать, что как любого ребенка-мальчишку, естественно, интересовали, там, у меня этнографический музей, когда водили, вот, в Эрмитаже, там, соответственно, какой-нибудь там египетский зал, рыцарский зал, то есть где там доспеки, оружие, прочее. Картины, статуйки как-то особо неинтересно, и, скажем, когда там в русский музей повезли, от группы в школьный сбежал еще в вестибюле метро Московская, на следующий день в школе получил нагоняй огромный за это. Вот, то есть особо, конечно, интересных экскурсий мало было, поэтому, да, можно сказать, многое не отложилось такое. А ты как вообще учился? Я, ну, первые два класса я закончил с похвальными листами, могу этим хвастаться, гордиться, вот, оценки, ну, как сказать, оценки хорошие были, вот, там, более-менее какие-то тройки пошли только к последним классам, поведение, ну, практически постоянно ут и не ут, как бы было. А в чем, да, вот, ты шалил или в чем это выражал? Ну, в чем, бегали по коридорам на переменках, там, не знаю, учителям, в частности, там, учителю истории, там, кнопки на стол подкладывал, и, как бы, не петарды, а, когда засверливаешь ножки в стулья и дюбеля вставляешь, как бы, там, серый, вот, дымовухи устраиваешь, там, в школе. Из целлоида. Вот, то есть, соответственно, да, как бы, опять же, обилие знаний, вот, оно помогало тому, что можно было делать всякие шалости, вот, так что учился отлично, а вот по поведению не очень-то был. Примерно такая же история у меня была, правда, дюбеля мы, конечно, не запихивали, но, блин, монетку я один раз в замок запихнул. Ну, а, ну, в замок спичек напихать, там, это, чтобы сорвать урок, это вообще однозначно, как бы, было, то есть. А вот, про самолет-то я заговорил, да, всевозможные приблуды западного мира, они как-то проникали, там, на фоне музыки, кино, жвачек, фантиков, так далее. Это, естественно, это, опять же, непосредственная близость к Улковской гостинице, вот, это я к этому, как раз, подвожу, вот, это, соответственно, приводило, вот, там, на площади она стояла, не состояла до сих пор. Те, кто, ребята, постарше ходили встраивать ченч, меняли значки, особенно, там, какой-то советской символикой, это, на жвачки, джинсы, там, сигареты, прочее. Нам, ребятам, поменьше доставалось, если удавалось попасть, помойка, откуда шли банки, пробки, вкладыши, обертки, то есть, практически все, что на иностранном языке написано. Ну, и, соответственно, в школе потом играли фантики, до сих пор хранится большая коллекция вкладышей из Дональда хранится со школьных времен. Вот, соответственно, там, по квартирам у одноклассников были, там, стенки заклеены пачками, сигаретами, там, пирамиды из банок. Вот, то есть, ну, такой приобщение к западной культуре было. А когда вот это все хлынуло уже в постсоветское время, ты, ну, то есть, вот это все был такой, знаешь, запретный плод, запретный плод. Вот, и вот он, как бы, тебе достался. Вот нас уже фотографируют люди потихонечку. Какие у тебя ощущения были в 90-е годы? Вроде вот страна изменилась. Ну, с одной стороны, было хорошо, что стало доступно многое. Вот, потому что помимо какой-то иностранной музыки, там, известных групп, там, Led Zeppelin, там, Pink Floyd, прочие, помаленечку хлынул, конечно, конкретный шлаг сюда. Да, куча кооперативных горьков были завалены откровенной фигней. Да, это правда. Вот, то есть, ну, да, что, скажем, стало больше свободы, но каждый ее по-своему, конечно, воспринимал. Вот, для меня, ну, вот именно, скорее, приобщение, там, музыка, кое-какие, там, вещи, потому что, по сути, такого вот, что, какого-то шапоголизма у меня не было. Такого я спокойно обходился тем, что было, в общем-то, с предметом советского быта. Вот, кто-то, да, сразу там фанатеет от всего, там, джинсы, лейблы, посмотри, какой катон и так далее. Катон, блин, давно забыто слово, точно, катон. Вот, так что, ну, странное время, на самом деле, было. Вот, вот эта территория, она в 90-е годах как-то преобразилась? Вот, сложно сказать, потому что в 90-е я больше занимался учебой, как раз тогда, в институте, и мне, скорее, было, больше могу описать, что в центре было. Здесь, ну, стандартные какие-то магазинчики, лотошники, кассеты продавались. Вот, типа, варьки, да, вот эта эпоха ведь варьков была. Кассеты, вот там, вот, в сквере куча ларьков кооперативных было, где там всего, там, какие-то брилки, жвачки, там, плееры, тетрисы и прочее. Вот, как бы много было, но туда тоже можно было сходить, чувствовать. Извини, это Питер, детка, прошел чувак, у него, значит, на палке Синека, портрет Синеки. Я не знаю, где еще, в каком городе такое можно увидеть, блин, надо было восстановить, на самом деле спросить. Ну, скользко. Вот, то есть, то же самое, ходишь среди этих варьков, глаза продаешь, потому что ничего из этого, фигни из этой не нужно просто. Ну, интересно, все яркое, прикольное. То же самое, опять же, тогда пропало увлечение теми же фантиками и прочее, потому что, если раньше ты как-то выигрывал, обменивал вкладыши и прочее, а тут пошел, купил жвачку и все, у тебя появилось. То есть, сразу теряется интерес. Сейчас спустимся сюда. Как только запретный плод перестает беззапретным, вот, интерес к нему теряется. Можно сказать, то же самое с курением. Пока я курил втихаря от родителей, вот, был какой-то кайф, интрига. Как только меня случайно папа заловил, мне разрешили курить, то есть, ни скандалов, ничего. Вот, ну, я стал меньше курить. Вот эта площадь, на которую мы направляемся, она, вам вообще в школе про нее что-то рассказывали? Чем она вообще для вас являлась? Ну, скажем, это была площадь, сугубо глобального, то, что я узнал уже в последние годы, в общем-то, не было. Вот, то есть, ходили там принимать пионеры под памятником Ленину, вот, знали. Прямо под ним принимали? Да, прям, ну, это, как бы, уже была, там, третья группа приема в пионеров, потому что, там, первых принимали, допустим, во дворце и пионеров, вот, это, я, собственно, даже с моим поведением попал, собственно, в первую группу приема, потом, соответственно, по следующей, как бы, точно не вспомнил, но это уже у памятника Ленину, а, или наоборот, там, вторая группа у памятника Ленина, а третья уже просто в спортзале, да. В школе, слушай, ну, еще была очень понтовая вещь, это либо на Авроре, либо в музее революции, нынешнем мраморном дворце. Ну, да, ну, видишь, как бы, для нас это далеко, у нас здесь свои местные знаковые места, достопримечательности были. Потому что меня это вот свартило, меня принимали в мраморном дворце, это прям была очень торжественная обстановка. Нас сначала первый поток принимали в школе, а я заболел, и я так расстраивался, думаю, ай, все, все уже, я все октябрен, но зато меня еще одного человека, нас запихнули в следующий поток, отвезли в мраморный дворец. Это просто было феерическое действие, я его запомнил на всю жизнь. Ну, вот тоже это можно сказать, как из-за появления какого-то изобилия, что сейчас мало что ценится. Соответственно, ты вот сейчас, уже спустя столько лет, ты вспоминаешь это вот с восторгом, для тебя это тогда вообще было, что ты, да, папа, пошли здесь. Вот, для тебя это какая-то фишка такая вот была, абсолютно, которая запомнилась на всю жизнь. Сейчас, если бы что-то такое случилось, я думаю, современный ребенок просто не вспомнит уже через много лет про какое-то событие. Вот. Фотографируйте, мы не против. Вот, а так что, ходили гулять сюда, тут, соответственно, был Детский мир, большой, очень игрушечный магазин. Чуть дальше была большая кондитерская конфетный магазин «Эстафета», вот, где продавалась куча конфет различных сортов и прочее, там, торты. Вот, опять же, чуть дальше идти по московскому, там, знаменитая многим пирожковая на московском, которая до сих пор сохранилась, работает, со вкуснейшими там беляшами, пирожками. Соответственно, идешь дальше, там уже Парк Победы, с прудами, лодками и прочим. Ну, Парк Победы, это уже далековато для тебя было. Не, ну, в детстве это нормально, гулять. Там, собственно, меня папа научил грести на лодке, в Парке Победы. Скажите, пожалуйста, вы знали в детстве про этот прикол с памятником Ленина? Что посмотреть в какой-то точке? Да, да, да. Нет, это я узнал уже, скажем так, под конец школы, вот, о таких шутках. Вот, вот так, для нас, ну, что, для нас это дедушка Ленин. Угу. Вот. Дело в том, что это же скульптора Никушин, мы его видим, да, и, собственно, там комплекс на площади Победы, там тоже скульптуры его же авторства. Да, 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 и я вот сделаю когда-нибудь экскурсию в музей о Никушинском на Петроградке, где он... Да, есть мастерские о Никушинском. Да, как раз эту статую лепил. Вот, а вообще надо сказать, что по замыслу советского правительства город должен был развиваться на юг по естественным причинам, поскольку с севера у нас на тот момент граница была буквально рядом, и на север развиваться не было смысла до Финской войны. И город должен был развиваться на юг, и действительно предполагалось, что вот нынешний такой современный центр, он будет законсервирован, а вот самый, что у нас есть такой помпезный в московском стиле центр, вот он должен был здесь. И это должна была быть центральной площадью, вот это вот здание, оно прямо олицетворяет. И вот, собственно, да, вот как бы от него Ленинский проспект, это именно центральная сила, я должна была быть. Линия, а не так, куда он уходит сейчас, скажем, глубоко. Да, глубоко. Вот здесь вот могу сказать, если не знаешь, тут вообще предполагались огроменные арки через весь вот московский проспект, там с барельефами и прочими. Застройка, соответственно, дальше по городу. Имеется в виду триумфальные арки, да. Все вот такие здания, то есть именно такого сталинского ампира и прочее. То есть проектов было вот очень много, именно это вот ровно перед войной. Да, это как раз очень хорошо сочеталось с тем, что происходило в Москве, поскольку вот я у меня был, есть лекция про реконструкцию Москвы 1935 года. И, ну, поскольку Москва была столицей, Алининград уже столицей не являлся, естественно, все усилия были направлены на Москву. Ну, а потом, понятно, что Великая Отечественная война, все это дело немножко подкосилось, и, в общем-то, после войны уже стала недореализация этих планов. Ну, а потом уже и Сталин умер, как бы, и при Хручеве вообще начались эта борьба с измишествами и все остальное. Летом здесь очень хорошо, здесь у нас фонтанчики. Ну, да, фонтаны, они, скажем так, обогатили эту площадь, потому что раньше, ну, пустовата она была, но она такая, скорее, именно и предполагалась, как, не знаю, принимать какие-то парады возможные, еще что-то. Потому что чисто вот памятник Ленину, доминанта, как бы, да не остальное пустое, все, как бы, только что вот ели. Вот. Ну, очень хочется, чтобы фонтаны нормально работали, а не так, как они простояли кучу лет, что фонтаны на Московской площади, что на площади Победы. Мы только в этом году, наконец-то, их взяли сремонтировать. Вот. Скажи, пожалуйста, вот этот твой проект с Пичкиным, он сейчас в чем выражается? Ну, сейчас это, во-первых, наверное, в первую очередь такая маленькая фишка нашей мото-мастерской, что у нас работает Пичкин. Вот. Скажу, по секрету у нас, в принципе, работает даже Маугли. Извините, я перебью, я просто давно здесь не был. Мы к Доту-то туда идем, да? А, сейчас вот обойдем. Вот. Плюс, ну, как сказать, сам закинул такую фишечку в том же Авито, как Почитальевая Печка на ваш праздник. Ага. То есть, почему бы там, очень многим, бывает, хочется, чтобы приехал Почитальевая Печка и привез подарок для вашего мальчика, девочки. Ну, потому что, да, Дед Мороз, это уже... Так, это причем в любое время, на день рождения и... Ребята, имейте в виду, это отлично, на самом деле, мне кажется, сейчас ход, а, все, вон, я его вижу. Это отличный ход, мне кажется, заказать Почитальевая Печкина, который бы привез посылку для вашего мальчика. Ну, и самое интересное, что, собственно, что мальчики и девочки, это от 40 и выше. Это им как раз это интереснее получить вот такой подарок, чем детям. Потому что современные-то дети уже немножечко... Хотя нет, но сейчас вот смотрят, смотрят. Могу сказать, что основная масса это поздравляют с 50-летием, 60-летием, с 40-летием, вот. Но, с другой стороны, если вдуматься, у человека день рождения, да? То есть, праздник детства, цитируют. И тут приходит герой из твоего детского мультфильма. Просто, ну, для многих это... Там смотришь, когда дяденьки-тетеньки в улыбах рассыпаются таких, просто, там, чуть ли флюнку поткают там. Вот, друзья мои, если посмотреть на этот памятник, вот эта вот левая рука, если вы пойдете вот туда, с того угла посмотрите на эту статую, то вот эта левая рука, она вот, ну, оригинальным способом виднеется. И создаётся ощущение, что Владимир Ильич демонстрирует своё мужское достоинство большой мощи. Пойдём вот в ту сторону. Ну, так, то есть, соответственно, во-первых, можно пригласить. Да, можно видео поздравления заказать, там, бывает, вот, там, особенно сейчас, когда все эти на онлайн перешло. Или удалённый очень, ну, там, поздравить где-нибудь на Сахалине. Да, от почталённой письки. Письмо можно написать точно так же, поздравительное. Вот, ну, то есть, такой проект, который особо, не то, что он, там, основной проект, но просто интересный. Опять, как движуха. Движуха. С тобой связываться через что проще? Да и можно, через ВКонтакте, через Инстаграм, там, ВКонтакте есть, телефон указан. Пойдём туда. Понятно. Вот, там, телефон указан для умных, сразу могу сказать. Вот. Соответственно, друзья мои, я помещу ссылки на все аккаунты нашего замечательного мультяшного героя. Тут недавно же случилось страшное. Они перекрасили эти все мультфильмы в такие ядерные цвета. Я вот как-то смотрел и не понимал, что меня смущает. Ушла вот эта вот ламповость. У меня тут, кстати, гнобили два слова «ламповый». Ну, оно зато верно характеризует. Да, да. То есть, есть люди, которые не совсем понимают контекст этой фразы. Но вот мы-то понимаем, да, с человеком. Есть ламповость, есть транзисторность, есть микросхемность. Да. Вот. И они стали такие какие-то совершенно, ну, вот, с привкусом какой-то голливудщины. Да. Ну, они более понятны современным детям с другой стороны. Потому что я вот могу сказать, когда побывал зимой этого года, в начале, вот, на «Союзмульфильме», посмотрел, как всё делается, впрочем. Ну, да, многим не заходит, как бы, современным детям приходится дообъяснять, что же такое подразумевается в кадре. Вот. А то, когда показаны смартфоны, компьютеры, какие-то современные реплики и прочее, им просто будет понятнее. Так, нам бы сейчас вот тут так-нибудь перейтить. Пойдём. Вот туда. А как ты попал на «Союзмульфильм»? Тебя туда пригласили? Ну, да, то есть там, опять же, если не ошибаюсь, в декабре, что ли, был в Инстаграме конкурс двойников Печкина. Конкурс двойников Печкина? Ну, да, он и предполагался конкурс для детей. Вот, то есть, соответственно, там, не знаю, рисунки на тему Печкина, фотку свою, там, какие-то там раскрасить, может быть, там, просто, там, костюмированные, неважно. Вот, а я, ну, опять же, как мы ради, как я сейчас называю, зашёл с козырей, я выложил фотку свою, вот, ну, соответственно, выиграл конкурс. Там мне пришёл подарок «Союзмульфильмы» и «Почта России», а потом просто, чисто специально, не хотел бы я приехать на «Союзмульфильм» на экскурсию, просто вот в гости. Вот, то есть, он приехал, здорово там, погулял по цехам, где лепятся, шьются, рисуются, строгаются мультфильмы, то есть, посмотрел различные технологии, как они создаются. Посмотрел, соответственно, какие-то архивные экспозиции, когда, вот, там, плёнки, игрушки из мультфильмов, вот, те же самые, там, шапокляк, крокодил Гена, боссмана-попугай и прочее. Давай развернёмся, просто по солнцу тогда встанем. Друзья мои, извините, что я прерываю рассказ нашего гостя. Вот, специально пришёл, это один из дотов защитной линии, и я помещу внизу ссылку на свой выпуск про дот, который стоит немножко в другом стороне, чтобы, ну, не повторяться. И там очень подробно рассказано, как они создавались, потому что в основном эти доты делались женскими руками. Ну, понятное дело, мужики воевали, да, а вот в основном женские отряды это всё выполняли, строительные, военно-строительные отряды. Поэтому посмотрите. Ну, что хочу сказать. Сейчас у нас, к сожалению, почтальон Печкин с палочкой, потому что вот немножко проблемы со спиной. Поэтому на самом деле, заказывая Печкина на день рождения, заказывая письмо от Печкина и прочее, вы помогаете Печкину восстановиться, потому что Печкину нужны бабки. Да, собственно, это позволит сдать меня в поликлинику для опытов. Да, позволит сдать его в поликлинику для опытов. Поэтому всячески вас призываю воспользоваться уникальной возможностью, да, и заказать Печкина во всех прекрасных видах согласно Уголовному кодексу. Ну, тебе большое спасибо за прогулку. До конца года вас ждёт ещё две экскурсии. Странная жизнь Эрмитажа из империи. В СССР мы будем гулять вокруг Зимнего дворца и всех, соответственно, остальных построек на Дворцовой набережной и Дворцовой площади. А на последней экскурсии в этом сезоне я расскажу про конную гвардию, как определяющий фактор Российской империи, про её быт, нравы и изнанку, соответственно, самого привилегированного полка, про пертрубации манежа и последнего в истории министра императорского двора барона Фредерикса и, самое главное, удивительную судьбу его дома. А вот 31 декабря и 1 января вас ждут новогодние посиделки вместе со мной. Две таких необычных лекции. Одна называется «Любить и ненавидеть Париж», а вторая «Любить и ненавидеть Берлин. Исторические экскурсы». В эпоху тотального закрытия границ я расскажу вам про связь этих городов с Россией, начиная от Дюма, карикатуры эпохи Крымской войны, до свадьбы Гитлера и композитора Михаила Глинка. А затем со 2 по 10 января мы гуляем каждый день. Будут идти экскурсии косяками. Все подробности есть у меня на сайте и в группе ВКонтакте. Ссылки вы можете найти внизу. Я же хочу напомнить, что вот у меня есть две книги в продаже. «Путеводитель» и «Роман». Роман, видите какой прямо? Можно кирпичи заколачивать. Можно говорить, что есть Павел, а у него есть Роман. Да, да. И, соответственно, точно так же можно купить у меня на сайте. Ссылка на который будет размещена вот там внизу. На этом все. Увидимся еще в следующих других замечательных экскурсиях. Сегодня у нас такая гоупрошечная была прогулка для любителей этого формата. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Пишите Печкину. Пока.